Всем доброго времени суток! Мучим, мучим на морюшко! Во всю уже службы начали свою деятельность поливочную, облагораживание территории. Опять большая влажность, не опять, а по-прежнему большая влажность, что и море вон я вижу в дымке. Уже две недели третью стоит. Красота! Ретро-трамвай. Это недалеко от района Фалес. Ой, отеля Фалес, отеля. Мы пешком тут обычно прогуливаемся в зимнее время года. Там вид потрясающий, но вообще и море не видно, да? Глянь, что творится. Просто туман. Мы сегодня помогаем рулить водителю. В общем, мы уже спустились. Определились с местом. Расстелили свои ковры самолеты. Картинка с горами просто стёрта. На море прям волна маленькая. Ну, это вот с утра, то есть с десяти ещё нет. А к обеду-то потом разыграется. И с другой стороны города практически не видать. Ну вот, сильно повышенная влажность. Об этом везде говорят, пишут. Так, ну что, потрогаем море? Ну что я вам скажу? Теплючее. Просто теплючее. Видела ролик про Дубаи, что там невозможно купаться, что вода тёплая, не охлаждает. И люди купаются ночью. В Турции тоже предпочитают, особенно турки. По ночам, вечерам. Ну что днём же они работают, тоже любят. Вечерами и ночами приходить на море и купаться. Но в Дубае там всё прям освещено. Здесь вот этот пляж. Свет везде. Ну, в общем, светло как днём. А в Турции у помёс. Мы были пару раз на ночной морской прогулке. Нам не очень понравилось. Поэтому будем принимать ванны в дневное время суток. Время ланча. Саша, открой, пожалуйста. Ларчик наш. Кто не был в Турции в августе месяце, настоятельно рекомендую, дабы ощутить вот такое вот шёлковое море. Температура воды выше воздуха, на мой взгляд. Я так, утрировала. Ну, не важно. Очень тёплое, горячее. В общем, кто не был в августе, обязательно стоит побывать. Ланч. Арбуз. Нектарин. Ну и персик. Всем сочного настроения. Именно так. Как обычно, к обеду море начинает шалить. волноваться. А мы уже всё. Собрались идти переодеваться. Сегодня бы то была такая история, про которую мне писали, что сердобольные мамочки своих деток порадовать, потешить, кормят рыб. Ну да, вот сегодня так и было. А потом эти рыбы кусаются. Ну да, ладно. Шагаем. переодевалку и на автобус. пришли, не показала вам красоту. Уходим. Покажу. Красивую зелёную набережную. Ну как, дышится тут, конечно, легко. С ветерком. Ой, я чуть не туда повернула. Хорошо дышится. Прям ветерок с моречка. А вон наша остановочка. Финики и все, видишь? Ага. Пальма с финиками. Вот сейчас в тенёчке будем стоять, ждать наш автобус. А потом уже шагаем к остановке. После принятия морских ванн самое время подумать о хлебе насущенном. Поэтому сейчас зайдём в магазин. Основная цель купить картофель. Ну а там уже как повезёт. Заходим. Дядьки понаехали какие-то важные. Перестановку тут делают. Перцы маринованные, вкусные. Они обжарены на мангале, а потом уже замаринованные. Вкусные. Дома у нас есть открытая банка. Можно купить гарнитуру, сделать оливье. Я открыла банку с огурцами. Вчера делала эти бутерброды с тунцом. Но огурцы, конечно, перемаринованные. Ну вот наша цель. Есть что-то выбирать, да? 11.75. Берём. Про картофель тоже не забыли. Вот это вот интересно мне всё попробовать. Апельсин в шоколаде. Ну и всё. Домой. Стираться в душе. Обедать. А вот и наступило обеденное время. Наш обед. Холодник, который не пропадает с нашего стола. Суджук нажарила, который вчера купили на базаре. Пушистый турецкий хлеб. В общем-то и всё. Благодарим, что прогулялись с нами. Не забывайте ставить лайки, комментарии. Увидимся в следующем видео.